итак настал этот волнующий момент уборка и сколько не было бы за плечам таких уборок всегда это волнительно сегодня 9 июня и мы пришли комбайном на вот эти участки где у нас заложены опыты по ячменю здесь узкорядный посев разные нормы полтора два два с половиной миллиона и широкорядный посев на 38 сантиметров тоже нормы полтора два два с половиной миллионов сейчас мы уберем все эти участки в отдельности будем делать проходы на ширину сжатки для того более точно учесть конечно судя по даже числу когда мы убираем сегодня 9 июня никогда я еще за все свои уборки так рано не начинал засуха все-таки сказалось и на сроках уборки поэтому ожидать каких-то высоких цифр сегодня не стоит но тем не менее я думаю тенденции которые складываются у нас широкорядных посева узкорядных будет очень интересная поэтому приступаем посмотрим какой будет результат начинать будем с полтора миллиона узкорядный посев вот так будет колосья непривычно даже многие торчат вверх обычно когда созревает он клюет сейчас видимо во время казахски все-таки очень легко будет зерно ну что ж начинаем вот такой первый результат у нас широкорядный посев нормой полтора миллиона сейчас комбайн идет на полтора миллиона но участок где посеяно ячмей широкорядно мы стараемся так чтобы он шел на не попадал на следопроискователя и шел на всю ширину сжатки вот такой результат мы здесь получили первый результат есть как вам первые цифры еще один участок с узкорядным посевом здесь посеве на 2 миллиона комбайн уже идет в пайке вот здесь у нас мыши поработали то есть условия приближенные к производственным вот так выглядит ячмень посеянный с нормой 2 миллиона здесь для наследа при целях мы стараемся чтобы шли шел комбайн на ширину сжатки делаем участки шириной 23 метра поэтому есть возможность выбрать участок для уборки на полную сжатку комбайном управляет автотрек очень ровно отрезает даже сейчас видно как его подруливаете стороны в сторону но это прикопляется так как так 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 и так так Результат этого участка – 2 миллиона узкорядно на экране. Результаты мы записываем в начале, в конце участка, затем закончим уборку, все взвесим на зерновозе, откалибруем показания комбайна и весов на зерновозе и все посчитаем, что у нас получается. Пойдем на следующий участок. 2 миллиона. Начинаем новый участок. Комбайн готов. Пошел. Цифры на экран. 2 миллиона. Широкорядно. Убираем в непривычные ранние сроки, думал я, что еще влажное зерно, потому что колоски даже некоторые еще торчат. Но когда приехали, оказалось, что мы уже имеем влажность 10%. И кое-какие колоски уже осыпаются, вот лежат на почве. Поэтому немножко запоздали. Надо было раньше. Вот тоже. Я вижу. Поэтому сейчас мы даже снизили скорость комбайна до 9 километров в час, из-за того, чтобы меньше было ударов. И вот видите, что-то мы уже и не поднимем. Что-то лежит. А что-то, вот видите, наклоненные такие. Тоже жатко их не взяло. Ну, в целом, вполне приемлемая ситуация. Вот так выглядит участок после прохода комбайна. Напоминаю, здесь у нас было 2 миллиона широкорядных. Вот здесь у нас есть даже от мышей. Такие пропуски. Ну, все как в жизни, как в производстве. А вот, посмотрите, открытый участок. Здесь нелемыши. Ситуация во влаге вот такая. А там, где поднимные остатки у нас лежат, трещин нет. Надо нам выгрузить все, чтобы продолжать опыты. Кроме того, что мы записываем показания на дисплее комбайна, у нас также есть весы на жерновозе, по которым мы тарируем комбайн. Смотрите, какая разница. Там убираем, а здесь еще пшеница стоит зеленая. Посмотрите, сплошной посев, какой краевой эффект. Вот обдисковка. Какие зречины. Комбайн заходит на новый участок. Здесь посев на 20,5 миллиона. Пускорядно. Вот. Что ты скажешь о нынешней уборке? Нынешняя уборка тяжелая, потирание. В чем сложность? Сложность в том, что засуха, ничем высох, быстро. Надо его быстро убрать, потому что идут большие потери. Колоски при малейшем ударе, да? Колос падает, метром его отбиваем. Стараемся убрать, быстро. Вот так были. Все равно уже в монгере. Вот это уже урожай. Когда мы смотрим на поле, ицениваем это еще не урожай, а когда вот оно сыпется из комбайна, вот это уже не можно назвать урожаем. Вот такой результат. Участок с широкорядным посевом. Здесь посевено 2,5 миллиона. Если говорить о всей технологии, здесь вместе с семенами было внесено 100 кг аммапоса. И весной при возобновлении вегетации мы дали 100 кг селиты. Предшественник на этом поле не самый лучший. Подсолнечник. Но тем интереснее, как покажет себя ячмень в условиях такой жесткой засухи. По такому предшественнику. А вот и цифры. Сейчас я залезу на зерновоз и проверю влажность. У нас зерна есть комбайн и то, что есть в наличии, могут очень сильно отличаться. Поэтому берем прибор, берем листочку и вперед ненавидно подъездить. Сейчас проверю влажность уже в зерновозе, потому что надо калибровать комбайн в зависимости от влажности, которую мы получаем уже по прибору. Прокрутили, закрыли, нажимаем на кнопку. Идет измерение. Вот три пробы и на всех трех одинаковая величина 11,3. Эти данные мы введем в коэффициент корректировки, пересчитаем все наши урожайности к 14% влажности. Окончательные результаты наших опытов. Вот у нас уже первые есть результаты. Зрители канала уже видят их на экране. А я самые первые результаты узнают наши гости, которые приехали из Ростовской области познакомиться с нашим опытом. И вот я уже показывал, что результаты у нас на полтора миллиона. Самый лучший результат получился при этой завтрашке 2020-го. Первое, что хотел бы попросить вас. Откуда вы, где ваше находится хозяйство? Мы все представители одного хозяйства, это ИП Фоменко. Хозяйство расположено в Родионо-Ситайском районе Ростовской области. Это юго-запад Ростовской области. Климат удастся резко континентальный. Как в этом году у вас влага? В этом году у нас со влагой начались проблемы еще прошлой осенью. Недостаток влаги сказался на том, что были поздние всходы озимых, слабое окущение и тем более еще весенние засуха. То есть для вас эта ситуация ничем не удивительна? Нет. У нас засухи, да. Они как бы периодически и даже очень часто нас беспокоят. Ну, приходится с этим бороться, ну, находить решение, как выйти из этой ситуации. Ну, в итоге мы решили, что все-таки наиболее оптимальный выход из нашей ситуации, как с небольшим плодородием почвы, так и с малым количеством осадков, это переход на нулевую систему обработки почвы. С прошлого года хозяйство полностью прекратило обработку почвы. Значит, приехали мы к Михаилу Ивановичу специально за 800 с лишним километром, потому что приобрели очесывающие жадки, в чем видим большую перспективу для себя. А у него приехали перенять опыт их использования. И здесь вот мы наглядно видим все преимущества вот этого способа уборки. Потерь мы после комбайна не наблюдаем, только потери, которые были в процессе... А вот интересное мнение, с вами и приехали комбайнеры, да? Да, вот, пожалуйста, вы можете комбайнеры... А как ваше мнение, вы приехали уже в комбайне, вот ваши впечатления от работы комбайна сочувствующей жадкой? Впечатления пока обнадёживающие. Попробуем, расскажем дальнейшие свои впечатления. Просто это в новинку. Это в новинку, это ещё... Непаханное поле называется. Да, да, да. Это трудно даже понять. Когда едешь на компанию и мотовил... Конечно, когда прожили всю жизнь... Результаты поразили. Прожили всю жизнь, косили косами, косили косами и вдруг... Нету косы, да? Нету косы. Это вообще... А ещё я знаю, что вы лён выращиваете, да? Конечно. А как у вас со льном уборка идёт? Нет проблем? Каждый год проблемы разные. Да. Чем больше вырастет, тем чаще горит комбайн. Чем выше, тем ещё больше. А вот, когда мы эту жатку взяли, вот наши комбайнёры на льне наконец-то свет увидели. Если раньше это была такая же проблема, как у всех, зажёвывание и так далее... Чуть солнышко тело, уже коса гремит так, что качающие шайбы на лексионах разлетались в дребезги. В дребезги разлетались. Поэтому я думаю, эти жатки вас приятно удивят. Я добавлю, Михаил Иванович, одно это когда проблемы при уборке. Какой головняк возникает, когда надо по нему сеять потом? Куда девать солому? Да, куда девать солому? Мы билами собирали. Она ж не горит, волок не горит. Нельзя жечь, тем более. Собирать нужно, да. Кусками летит, да. Купили... Измельчитель. Не, измельчитель он этот... А, измельчитель пожневных остатков, да. Душа ее не берет. Он вот так поскрутил, покидал по полю. Проблемы, сеялка идет, загребает. Ну, я думаю, это будет решение ваших проблем. Ну, это просто. Ну, а вот как вам... Вот у вас есть интерес, вот мы уже обсуждали, широко... Вот мы... Как вам результаты наших опытов по широкорядным, по узкорядным? У вас, как производственника, есть интерес к широкорядным поселам? Да, у меня большой интерес возник еще до того, когда мы у вас результаты посмотрели. Я, кстати, смотрю регулярно то, что вы выкладываете в интернете. Там очень заинтересовали меня вот эти дискуссии по поводу широкорядных посевов, результаты. Люди приводили сравнения. Я заявляю о том, что я уже силы наметил перейти на широкорядные посевы зерновых и яровых культур. У меня впечатлили результаты. Поэтому я уже заказал сейлку с шириной междуряди 35 сантиметров. Это сейлка изобретения господина Бекера. Система сошников. У вас слот. И какая у вас будет в междуряде? 35 сантиметров. 35 сантиметров. Почему вы решили 35? Потому что у него же есть варианты и уже. Ну как бы мы сначала подходили к этому практически. Исходя из мощности имеющегося трактора, который будет эту сейлку как бы агрегатировать. И потом мы, я впервые услышал на конференции выступление господина Бедненко с его демонстрацией результатов. О том, что он, да, он практикует 35 сантиметровые междуряди. Ну как бы мы обсудили, загорелись и пришли к выводу, что как раз нам подходит вот именно вот широкорядный посев для того, чтобы мы и работали продуктивно этой сейлкой на больших площадях. И как бы вот имели вот эти вот впечатляющие результаты, которые дают широкорядный посев, вот этот краевой эффект. А еще, кстати, меня очень заинтересовали вот эти ролики, где обсуждается заниженная норма посева. Вот если говорить о результатах, которые мы получили, да, ну вас не смущает, что может и разница небольшая по этому году и как будто бы результат невелик. То есть, нет, целеустремленность к широкорядным посевам все равно у нас есть, она обусловлена тем, что все равно мы это видим, видим какой-то положительный момент от всего этого. И чем более жесткие условия, тем больше это сказывается. А мы в такой зоне, что жесткие условия у нас чаще, чем благоприятные. Поэтому нам надо настраиваться на то, чтобы получать стабильный результат, а раз стабильный результат, ну, какую-то создавать на поле экосистему, которая более устойчива ко всем неблагоприятным условиям. В том числе засухи. Смущает немножко перезимовка в зимний период, но вот я смотрю по роликам, за счет того, что создается мощный куст, он становится более адаптивный и к морозам, и к другим неблагоприятным факторам. В том числе и к полеганию. Я смотрю, соломина все равно формируется более мощная. То есть мы уходим от полегания, мы уходим от вымерзывания. То есть то, что он мучит каждого земледельца, то не докормил плохой результат. Накормил, полегло, потому что дождь капнул. То есть мы поручаем природе самой отрегулировать то, как ей нам создать тот урожай, который мы хотим получить. Нам надо, наверное, с ней не бороться, а сотрудничать. Но это мы давно поняли. Как только под нее приложиться. Сотрудничество с природой вообще получается так, оно противоречит всем тем законам, устоям и рекомендациям, которые нам давали в институтах. Вот я даже смотрю, видите, на малых нормах небольшое преимущество есть широкорядных посевов. И даже на больших нормах нигде широкорядный посев хуже, чем урожайность не дал. Понятно, тут урожайность небольшая, он везде дал выше немножечко. Только чем гуще мы сеем, тогда уже нивелируется разница. Это конечный результат. Да, да. Но есть же много косвенных положительных факторов. Тяговое усилие трактора. Да. Само собой, манюлянная. Дешевая селка, меньше сошняков. Износ сошняков, да, дешевая селка. Потом, мы хотим меньше нарушать поверхность почвы. А меньше сошняков, меньше нарушаем, да? А теперь затратная часть возьмем. Меньше нужно горючего. Меньше надо... Мы можем меньшими нормами удобрения работать, потому что более концентрированно будем работать. Поэтому я думаю... Можно и амортизацию... Но надо подчеркнуть самое главное. Вся эта красивая мозаика складывается только на наутиле. Да, согласен. Потому что она совершенно неприемлема для классической технологии, потому что в широком междуряде голая земля... Все потрескалось. Все потрескалось. То есть ты, получается, ставишь в заведомо непопрятные условия этот биоценоз, который хочешь создать на поле. Поэтому мы пришли, собственно говоря, к наутилу, пытаясь подладиться под то, какие условия нам создает природа. И вы знаете, я заметил, что широкие широкорядные посевы вызывают в первую очередь интерес у практиков. Скептически относятся к такой идее машиностроителей. Потому что Сожнякову меньше надо, а нам наоборот надо меньше. Потом мы хотим меньше нарушать поверхность почвы. И все, когда мы складываем эту мозаику, когда мы пробуем на широкорядные посевы идти, и получается результат. А результат, во всяком случае, то, что мы сейчас первое получили на ячмене, он меня не разочаровал в этой ситуации. В то время, когда некоторые просто нечего убирать, мы видим, что у нас есть полноценный урожай. А если бы погодные условия сложились бы лучше, мы получили бы еще выше результаты. Поэтому я думаю, то, что вы встали на этот путь, открывает перед вами громадные перспективы. Итак, первые результаты есть. Первые комментарии даже уже есть здесь, на первых главных результатах. Ждем комментариев от зрителей канала. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...